Петиция с требованием «Не дайте закрыть» лицей ЗАПГУ появилась накануне на платформе Change.org. Лицей – это большая семья, которая за 30 лет существования сплотила многих людей. К тому же это достойный уровень образования. Многопрофильный лицей ЗАПГУ входит в тройку лучших школ Забайкалья по количеству выпускников, поступивших в ведущий вуз России, говорится в сообщении. Автор петиции уверен, что закрытие лицея также повлияет на уровень образования в крае, ведь подобных учебных заведений станет еще меньше. Мы хотим противостоять закрытию лицея и защитить любимое место учебы от ликвидации. Напомним, ректором ЗАПГУ в сентябре прошлого года стала Оксана Мартыненко из Дальневосточного федерального университета. После этого в ректорате вуза начались кадровые перестановки. Коммунальные ресурсы, которые потребляются в рамках общедомовых нужд, будут оплачиваться по счетчику, а если его нет, то по средним показателям в других похожих домах. Соответствующее изменение Кабмин внес в правило определения нормативов. Это значит, что за лампочку, которая горит на этаже, потребляемая лифтом, электричеством или воду, которые моют подъезд, придется платить каждому. Об этом сообщила зампредкомитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева. Она предупредила, что фактическое потребление может оказаться выше, чем нормативно. Это приведет к увеличению платежей. Дума Читы рассматривает обращение председателя Забайкальской общественной организации «Трезвая Забайкаль» о полном запрете продажи алкоголя на территории города Чита, за исключением реализации спиртного в местах общепита. Об этом сообщает телеграм-канал Думы. В сообщении говорится, что обращение было написано на имя главы Читы Евгения Ярилова. По его поручению это предложение рассмотрели депутаты Комитета по социальной и молодежной политике Городской думы. Комитет и принял решение о проведении опроса на тему «Ваши отношения к полному запрету на розничную продажу алкоголя на территории города Читы». Опрос продлится 10 дней. Он размещен на официальном сайте администрации города. Зарплаты работников культуры в Забайкальском крае самые низкие в ДФО и в целом по России. Об этом в ходе публичного отчета заявила глава регионального Минкультуры Ирина Левкович. Средняя зарплата работников госучреждений культуры в регионе составляет 46 тысяч, муниципальных – 31, сказал Левкович. Она также добавила, что средняя зарплата в данной сфере в регионах Дальнего Востока составляет 52 тысячи рублей, в России – 48. Напомним, Минэкономразвитие Забайкальского края ранее заявил, что в январе-апреле прошлого года средняя зарплата в месяц составляла 53 тысячи 840 рублей. Однако отметим, что в соответствии с результатами опроса за ПРУ почти половина принявших участие забайкальцев недовольны своей заработной платой.